Все мы знаем, как выглядит лягушка, но эта привычная для всех земноводная может быть очень странным и необычным. И сегодня мы продолжим говорить о странных лягушках. А если кто не видел первую часть, ссылка будет в описании и в конце видео. Пушпурная лягушка. В этом причудливом существе не сразу удается узнать лягушку. Всё дело в её форме, напоминающей небольшую кляксу. Этих лягушек обнаружили лишь в 2004 году, причём обитают они только в горах Индии, на территории 14 квадратных километров. Эти лягушки похожи на кусок желе с львово-серого цвета, с толстыми лапками, маленькими глазками и острым носиком. Глядя на расплывчатую фигуру пурпурной лягушки, создаётся впечатление, что она очень неповоротлива и медлительна. На самом деле она отлично роет норы. За пять минут уходит под землю на глубину более трёх метров. На этой глубине выше влажность почвы, что необходимо для пурпурной лягушки. Из-за необычного строения морды и очень маленького рта их рацион крайне ограничен. Большую часть пищи составляют термиты. Реже эта лягушка может отведать муравьёв или некрупных червяков. Суринамская пипа Эта жаба является одной из самых причудливых амфибий. Её длина доходит иногда до 20 сантиметров, но средняя длина тела составляет 12 сантиметров. Тело очень плоское, имеет форму, приближённую к прямоугольнику, плавно переходящая в голову плоской треугольной формы. Рот у суринамской пипы очень широкий, не имеющий, в отличие от других сородичей, языка и зубов. Суринамская пипа – существо, ведущее ночной образ жизни. Днём она прячется в иле или под корягами среди камней, а ночью выходит на поиски пропитания. Эта амфибия очень редко выходит на сушу, где становится медлительной и неповоротливой, и стремится вернуться в воду. Суринамская пипа размножается под водой. В процессе спаривания самка выпускает за раз 10 яиц, которые вживаются ей в спину. Проникнув под кожу, яйца развиваются там, проходя путь от головастиков до жаб. Чернолапый веслоног Эти земноводные обладают особо длинными пальцами с широкими перепонками, которые используются во время прыжков в качестве парашютов. Эта амфибия почти всегда живёт на деревьях, спускаясь вниз только для того, чтобы отложить яйца. Но когда чернолапому веслоногу что-то угрожает, или он отправляется на поиски пищи, тогда он прыгает с ветки и раскрывает свои большие перепончатые лапы. Мембраны между пальцами и кожаные складки по бокам действуют подобно парашюту, позволяя ей планировать на соседнюю ветку или на землю. Во время такого полёта животному нередко удается преодолеть расстояние более 15 метров. Интересно, что чернолапый веслоног не единственная лягушка, у которой развилась способность планировать, однако представители этого вида – крупнейшие из рода веслоногих. Как правило, длина их тела составляет от 8 до 10 сантиметров. Ужасный листолаз Название этого вида земноводных оправдывает себя в полной мере. Эта лягушка является одним из самых ядовитых существ на планете. Одна особь длиной 5 сантиметров содержит достаточное количество яда, чтобы убить от 10 до 20 человек, или двух слонов. Ужасные листолазы не могут использовать свой яд для убийства добычи, а только в качестве самозащиты. Именно он является сдерживающим фактором для хищников, которые не отваживаются атаковать этих лягушек. Считается, что выработка яда связана с диетой листолаза, включающей определённые виды жуков. Именно из них эти лягушки получают сильнейший яд, накапливают его в своём организме, а затем выделяют через кожу. Индийская тигровая лягушка В течение большей части года эти земноводные окрашены в тёмно-оливковые цвета. Однако во время брачного сезона самцы просто расцветают, превращаясь в ярко-жёлтых красавцев. Также у них развиваются голосовые сумки под горлом, при помощи которых они привлекают самок. Тигровые лягушки – прожорливые существа, готовые проглотить всё, что прыгает в поле их зрения. Это могут быть землеройки, мыши, дождевые червяки, мелкие змеи, птицы и молодые лягушки. Обитают эти земноводные во влажных районах Индии, Пакистана, Бангладеш и Непала. Лягушка-черепаха У неё большое округлое тело с гладкой кожей, маленькая голова с крошечными глазками и короткие ноги. Надо сказать, что эта лягушка и в самом деле внешне очень похожа на черепаху без панциря. Ещё их объединяет способность рыть почву передними лапами, а это очень важно, поскольку лягушка-черепаха практически всю жизнь проводит под землёй. Обитают эти животные только в пустынях. Эти небольшие лягушки вырастают до 4,5 сантиметров, а питаются главным образом термитами. На этом всё.